Сотрудники МЧС заполняют стандартные анкеты, как самочувствие, чем болели, принимали ли определенные лекарства, затем предварительный анализ на уровень гемоглобина и группу. Светлана признается, что уже сбилась со счета, сколько раз приходилось сдавать кровь. Она из тех, кого медики называют кадровым донором. Рассказывает, что последовало примеру свекрови, а работа в диспетчерской – дополнительный стимул. Не только потому, что надо, а потому что по зову сердца хочу помочь людям, поэтому сдаю кровь. И на работе вижу, и требуется, и из-за этого. И агитирую ребят на работе тоже. Сотрудники МЧС говорят, что регулярно принимают участие в различных акциях. За сдачу крови положена выплата – около 1 тысячи рублей. Пожарные спасатели традиционно направляют деньги на помощь нуждающимся детям. Каждый сдает примерно десятую часть крови, что никак не вредит организму. Ее тщательно проверяют. Плазма должна пролежать в замороженном виде не менее полугода. Это называется карантин. По словам заведующей отделения, в городе есть необходимый запас препаратов крови, однако пополнять его необходимо регулярно. Капля крови – это спасенная жизнь. Как бы банально это ни звучало. Действительно так. Это может только человек дать. Еще не придумали такой препарат, такое лекарство, которое может заменить клетки донора. То есть человеческие клетки. Да, есть разработки, есть искусственная кровь, но она клетки не заменит никогда. Тех, у кого редкие группы крови, часто обзванивают. Николай Смирнов – военнослужащий. У него четвертая положительная. Я сам приезжаю. Два месяца прошло, я приезжаю, сдаю. Два месяца прошло, я приезжаю, сдаю. Я не дожидаюсь, когда меня вызывают, что-то, как-то. Всего в муниципалитете около 700 активных доноров. Медики не скрывают, что мотивации у всех разные. Есть, например, те, кому нужен отгул, который положен после сдачи крови. Однако все больше тех, кто помогает по зову сердца, считая это важным. Субтитры создавал DimaTorzok